Еще раз здравствуйте всем. Сразу тоже оговорюсь, что мы получили очень много вопросов о том, как найти спонсора. К сожалению, это мы не можем осветить в нашем вебинаре. Для этого сейчас с этим мы не помогаем, но для этого сейчас создается много различных ресурсов на социальных сетях. Даже вроде бы какой-то сайт при поддержке правительства американского тоже собираются запустить. Так что, пожалуйста, пользуйтесь этими ресурсами. Ответственность за поиск спонсора и за все вытекающие последствия, она лежит на вас, поэтому, пожалуйста, занимайтесь этим сами. Мы сегодня ответим на вопросы только именно по самой программе, как подать документы и так далее. Давайте я скажу сначала. В общем, программа была запущена 25 апреля. Это программа новая, она сделана именно для граждан Украины. Правительство американское настоятельно рекомендует всем украинцам, которые хотят попасть по ней в Америку, делать это из Европы. Граница с Мексикой сейчас закрыта, по нашей информации не пропускает вообще никого. Поэтому, если вы хотите попасть по этой программе в Америку и вы находитесь в Европе, пожалуйста, делайте это из Европы, потому что там это, скорее всего, будет удобнее и для вас комфортнее. Начинается программа с подачи формы Ай-134, с заявления поручителя, после чего, если поручители эту форму одобряют поручителю, то должны прийти инструкции, так называемые, бенефициарам, то есть гостям из Украины, о том, какие документы им нужно подать. Мы знаем, что уже сейчас первые одобрения формы Ай-134 уже пришли, люди их получают, то есть те, кто подал 25-го числа, как только открылась программа, некоторые уже получили одобрение. То есть это, получается, 4-5 дней занимает, сейчас пока что, во всяком случае, достаточно быстро, но по дальнейшим инструкциям пока что никто не получил. Насколько мы знаем, там ясности нет, кроме того, что изначально было анонсировано на сайте программы. Джеймс, правильно это? Все правильно, да. И процедура немножко изменилась в том плане, что, во-первых, именно спонсор должен начинать все эти этапы, не человек, который просит пароля, а тот, кто принимает его. Либо напрямую, или через адвоката, но эта процедура начинается обычно с территории, места прохождения, скорее всего, Америки, где спонсор находится. И там в серии вопросов мы уже пройдемся по этим вопросам, кто может быть спонсором и какая проверка, я буду более детально об этом говорить. И затронем там вопросы изменения насчет детей тоже. Самое большое изменение, я не знаю, ли это было, Вера, вписывая в вопросах этих, но одно из больших изменений насчет детей, Дети до 18 лет по этой программе не проходят без родителей или человека, который легально законен, опекун этого ребенка, законодательный опекун. Вот, и поэтому это изменение в эффекте, и мы будем более подробно говорить о каждом вопросе, на каждый вопрос буду более подробно отвечать. Хорошо, давайте тогда начнем именно с вопросов о том, кто попадает под эту программу, кто может ей воспользоваться. Во-первых, сейчас очень много вопросов о том, что означает дата 11 февраля. В законе написано, что должны люди reside in Ukraine, по-английски, на 11 февраля. Что это значит? Значит, это что, проживание в Украине или человек там физически находиться именно должен 11 февраля? Да, но они пишут по правилам, которые вышли, они пишут, что человек должен как-то быть, какой-то эффект произошел после начала войны, в смысле, что человек находился на территории Украины до 11 февраля. Но конкретно не пишут, а именно должен был этот человек быть в Украине или нет. Поэтому даже если те люди, которые отсутствовали, скажем, на протяжении, я бы сказал, даже ближайших шести месяцев, даже года до этого, имеют полное право подавать и, скорее всего, будут успешно проходить их запросы, если только с этим сталкивается вопрос, по этой программе. А как вообще иммиграционную службу может проверить, был человек в эту дату в Украине или там проживал, или не проживал? Это по прописке проверяется или как? Или это должен человек подписать какую-то бумагу о том, что он жил в Украине? Пока они по этим формам, когда люди заполняют формы, они так тщательно на эти вопросы не обращают внимания. Так как у меня тоже еще ни один клиент не прошел до конца по этой программе, тяжело предвидеть именно конкретно, что они будут требовать в дальнейшем. Потому что сейчас мы видим, какие у них требования от спонсоров, а какие будут требования именно от тех, кто проходит по этой программе, уже украинцы, конкретно непонятно. Так как я это вижу, так как я читаю, они будут спрашивать просто вопросы. Как давно вы выехали с Украины? Вы жили до этого в Украине? Такого плана вопросы. И больше доказательств особенно требовать, скорее всего, не будут. Хорошо, спасибо большое. Могут ли украинцы попасть в США по этой программе, если у них нет загранпаспорта? Гранпаспорт должен человек иметь. Не по правилам иммиграционной службы впускают людей только по гранпаспорту. Поэтому если те, кто подают сейчас на этот процесс, о котором мы говорим, пароль, должны обновить, если у них нет гранпаспорта до влета в Америку, им даже когда дают разрешение на въезд, дают 90 дней, и это рамка времени, нужно воспользоваться сейчас и дополнительные 90 дней, чтобы восстановить свой гранпаспорт. Спасибо. А есть информация о том, нужен ли именно биометрический паспорт или любой загранпаспорт подойдет? Такой подробной информации у меня нет, так как я слышу, любой гранпаспорт, который выдает украинское посольство, украинцам достаточно для въезда. Спасибо. А считается ли Крым Украиной? Могли ли люди из Крыма попасть? Да, Крым по американским правилам, Department of State принял решение, что Крым остался территорией Украины. И так как вы подаете на бенефиты в Америке, да, это территория Украины продолжается быть. Но, наверное, нужно при этом все-таки паспорт Украины иметь, да, потому что я знаю, что вроде бы людям в Крыму российские паспорта выдавали. Да, паспорт Украины 100%, надо иметь хотя бы одному члену семьи, взрослому члену семьи. Пустят ли по программе United for Ukraine в Америку, если человек уже в Европе получил убежище временное или какую-то помощь финансовую? Одно к другому не имеет никакого прямого отношения, поэтому если человек претендовал на какую-то другую программу, независимо где, даже в Америке. Многие клиенты, которые ко мне сейчас обращаются, они подавали на беженство, они подавали на какие-то другие визы попасть в Америку. У некоторых это получалось, у некоторых это не получалось. Также в другие страны, в третьи страны мира. Эта программа сделана чисто для помощи на промежуток времени, на два года, чтобы украинцы появились здесь и имели временное местожительство в Америке. Поэтому оно не зависит одно от другого, можете подавать также на эту программу. Также вот люди спрашивают, если есть канадская виза или если человек даже уже ехал в Канаду по канадской программе, все равно они могут подаваться на U4U и все равно получить? Все равно могут подавать на U4U. Может ли человек приехать по этой программе прямо из Украины? Потому что есть требование, что человек должен быть displaced by invasion, то есть он должен бежать из Украины куда-то. Значит ли это, что он должен быть в Европе обязательно или он может прямо из дома приехать? Дело в том, что подавать все это идет электронным процессом. Идет электронный процесс от спонсора и потом получает эту информацию человек, который претендует на этот бенефит. Человек может находиться на территории Украины, но все равно ему или ей придется появиться через американское посольство, чтобы как-то получить это разрешение, как я понимаю. Опять же, у нас не доходили люди до финального этапа в данный момент. Поэтому раньше или позже все равно ему или ей нужно будет выехать из территории Украины. Американское посольство закрыто в Киеве и на этот процесс, консульский процесс. И так или иначе, нужно будет как-то сесть на самолет. Это разрешение сесть на самолет, чтобы лететь в Америку. Скорее всего, это будет через какую-то третью страну, не напрямую с Украины. Спасибо. Пустят ли по этой программе в Америку людей, у которых гостевая виза есть действующая в паспорте? И будут офицеры на границе, будут спрашивать, по какому статусу вы хотите влететь в Америку. И об этом нужно хорошо подумать. Потому что разные статусы имеют разные бенефиты. И, знаете, вот, допустим, я вам скажу, что человек, который влетает сюда как турист, он имеет право, он или она имеет право поменять этот статус на какой-то другой временный статус. Скажем, на студенческий статус потом, или на рабочий статус, или открыть какой-то небольшой бизнес, если есть какие-то финансовые ресурсы. Те, которые влетают в Америку по U4U, у них нет такой формальности поменять на какой-то другой временный статус. Они могут претендовать на грин-карту, и мы дойдем до этих вопросов, и я отвечу, как это можно сделать. Но не на временный статус. Поэтому в каждом есть какой-то свой плюс и минус. Но другой плюс в U4U, это его выдают сразу на два года, а туристический въезд максимум на шесть месяцев. Так что здесь есть плюс и минус. Но зато, как я понимаю, если люди по U4U въезжают, они работать могут, да, получить разрешение на работу. Да, разрешение на работу, доступ к этому есть. Social Security номер можно получить. Social Security номер, те, кто нас слушает, наверное, знают, что в Америке есть. Это процесс, который каждый человек, ему дают Social Security номер. Этот Social Security номер используется практически для всех процессов. Открыть банки счет, декларировать налоги, устроиться на работу и тому подобное. Кроме этого, чтобы легально работать, нужно иметь разрешение на работу. Кроме этого номера. Как я слышу, эти номера выдают Social Security офис и многие даже без разрешения на работу. Но это не факт, что можно приступить в работе без вот этого work permit, самой карточки, которая дает право на работу. Если человек все-таки выбирает ехать в область его визе, может ли он надеяться, что он сможет остаться в стране дольше 6 месяцев? Какие, по вашему прогнозу, шансы, что ему тоже какой-то статус дадут защищенный здесь? Если залетает как турист, вы имеете в виду, да? Ну, есть разные варианты, зависит от человека. Если человек имеет какой-то профессиональный, скажем, диплом, как инженерный диплом, и имеет работодателя, который хочет его устроить на работу довольно быстро после его въезда, можно пытаться таким образом поменять статус. Человек, который имеет базу денег, скажем, 100 тысяч плюс американских долларов, и хочет ввести эти деньги на покупку или открытие маленького бизнеса, довольно быстро это можно организовать. На протяжении нескольких месяцев я делаю этот процесс и меняю статус для такого человека. И он не зависит тогда уже от пароля, и будут продлевать этот пароль или нет в будущем. Спасибо. То есть, получается, здесь как бы излишней ситуации нужно исходить и думать, что лучше человеку, да? То есть, пароль или нет. Самое важное сейчас думать о том, как выбраться в Америку, если вы хотите попасть в Америку любым способом. Чем раньше, чем лучше. Потому что, как вы видите, меняются правила, и эти правила становятся туже и туже, становятся тяжелее как бы попасть в Америку. И так как Байден объявил, вроде бы 100 тысяч, пока есть только разрешение на въезд в Америку, и когда и что будет расширено, это будет или нет, будет больше выдавать разрешение въезда в Америку или нет, в дальнейшем непонятно. Ну, обычно, по моей практике, я в практике больше 20 лет, любые изменения обычно становятся тяжелее, не легче, по правилам. Вообще, известно ли, сколько программа «Uniting for Ukraine» будет действовать? Если, например, человек сейчас не может по личным обстоятельствам выехать из Украины или Европы, но хотел бы воспользоваться программой через 3-4 месяца, будет ли у него еще такой шанс? Ну, опять же, то же самое, что я только что сказал. Скажем, что въезд украинцев в Америку довольно большим потопом пошел. И Байден принял решение, что какое-то количество мы должны прекратить принимать после определенной массы людей, которые заходят в Америку. Это элементарно могут сделать, причем могут это запретить на протяжении нескольких дней. Поэтому я бы не тянул, если у вас есть желание попасть сюда, я бы подавал чем раньше, тем лучше, зная, что этот процесс, во-первых, занимает какой-то квартал времени. Я вижу где-то, пока мы видим, может быть, 2 недели даже. Мы видим, как 5-7 дней проходит хотя бы первый этап. Мы надеемся на то, что, может быть, второй этап так же быстро пройдет. Но плюс добавьте к этому еще 90 дней. Так что в общей сумме где-то приблизительно 3,5-4 месяца у вас есть подумать, или вы реально хотите влететь в Америку. 90 дней это дается тем, кому уже одобрили заявление, они могут в течение 90 дней приехать в страну. Да, совершенно правильно. Давайте поговорим про детей. Мы уже немножко затронули эту тему вначале. Значит, правила по самой программе такие, что ребенок должен ехать только либо с родителями, либо с аптекуном, который именно судом назначен. Да, до 18 лет. Если, допустим, с бабушкой, с дедушкой ребенок хочет приехать, ему вообще не одобрят, даже не дадут права на въезд, или же он сможет прилететь, но потом на границе будут проблемы? По этой программе ему не дадут права на вылет вообще, как я понимаю. Ему не разрешат сесть на самолет и лететь в Америку, потому что будут проверять разрешение. И эта программа не сделана, не сделана для тех, кто именно летят без родителей, с какими-то другими членами семьи или вообще без родителей, до 18 лет. Могут ли дети быть вклеены в паспорт родителей, или у них должны быть свои паспорта? Если это легальный паспорт, который выдан правительством Украины или какой-то третьей страны, американское посольство его анализирует и примет таким же образом, даже если ребенком фотография у родителей в паспорте. И верно ли то, что из семьи достаточно быть одному человеку с паспортом Украины, и тогда его супруг и несовершеннолетние дети тоже могут приехать, даже если они россияне или имеют какой-то другой паспорт? Да, это очень важно. Как минимум, один взрослый член семьи, скажем, муж или жена, должны иметь украинский паспорт. Все остальные могут иметь паспорта третьих стран. Еще вроде бы под эту программу попадают гражданские браки, то есть можно и с гражданским мужем приехать, или гражданской женой. Как тогда доказать гражданский брак? Это хороший вопрос. Доказать гражданский брак, естественно, будет тяжело. Какая-то документация, чем более формальная эта документация, тем лучше, если она существует. Плюс какие-то дополнительные доказательства третьих лиц, что они на самом деле подтверждают, что эти люди жили вместе на протяжении квартала 10 плюс лет, скажем, и они поддерживают отношения, как муж и жена. Чем больше такого плана доказательств, и опять же, более какие-то заверенные доказательства с нотариусом, штампом или судебным подписи от суда, тем лучше это будет, потому что офицеры на это будут очень внимательно обращать внимание, а также смотреть будут на сертификаты рождения детей, чтобы были оба имен и отца, и матери на этих документах. И только таким образом людей будут впускать. Я бы очень осторожно с этим обращался, если пара имеет разные паспорта, скажем, один имеет украинский паспорт, а второй член семьи имеет русский паспорт. Потому что будут очень тяжело рассматриваться, и могут быть сложности при въезде. Лучше расписаться, получается, до въезда, да? Желательно расписаться, да, если возможно. Вот насчет паспортов. Нужно ли людям иметь обязательно, если они хотят на два года, допустим, по этой программе переехать, нужно ли иметь обязательно паспорт, который валиден два года, или уже в Америке можно просроченный паспорт будет поменять в украинском посольстве? Это хороший вопрос. Главное, чтобы паспорт был годен, когда человек влетает в Америку, и теоретически должны ему дать, ему, ей дать пароль, независимо на протяжении двух лет. И если будет просрочен паспорт уже на территории Америки, да, естественно, нам нужно его будет обновить для вылета обратно, теоретического вылета обратно с Америки в третьи страны. Спасибо. Давайте теперь про поручителей поговорим немножко. Кто может быть поручителем? Вот в законе написано, что любой человек, олегально пребывающий на территории США, значит ли это, что люди, которые, например, ожидают убежище, ожидают грин-карты, они тоже могут выступить поручителем? Да, любой, это правда. Любой человек, по этой программе, опять же, мы говорим только об этой программе, для того, чтобы человек поставил себя как спонсор. Обычно это так не работает, они правила немножко изменили и сделали легче для украинцев, кстати. И практически любой человек, который имеет либо временный статус или постоянный статус, я сейчас объясню, что я имею в виду, или ожидает какой-то статус даже, не обязательно имеет формальный статус. А это включает гражданин Америки, человек, который имеет грин-карту, резидент Америки. Это любой человек, который имеет, скажем, студенческую визу, рабочую визу, бизнес-визу, которая находится на территории Америки. И даже те, которые подали на беженство, и те, которые до вас въехали по этой же или подобной программе по паролю. Если у них есть финансовые возможности, скорее всего, нету, но если у них есть, они могут стать вашим спонсором. Что писать людям, которые, допустим, ждут политического убежища в графе статус? У них, по сути же, еще нет статуса или какой-то пендинг статуса? Как вы считаете, доход поручителя? Правильно. Есть ли какая-то схема для этого? Да, это интересный тоже вопрос. И я вам отвечу на него так, что здесь очень много факторов, на которых обращают внимание. Обычно миграционная служба смотрит на то, какой заработок. И самый легкий вариант, как это доказать, это декларация налогов за последний год, 2021 год. Но объем заработка зависит от членов семьи. Членов семьи спонсора и членов семьи группы людей, которых этот спонсор спонсирует. Так что, скажем, я вам дам, давайте я так объясню, что, скажем, один человек, не женат, имеет зарплату годовую 25 тысяч долларов, и он спонсирует своего друга, украинца. Для того, чтобы стать спонсором в таком масштабе, всего это достаточно. 20, даже 22 тысячи долларов достаточно заработок, денег. Это небольшой заработок для Америки. Там это получается, грубо говоря, где-то долларов 11-12 в час, если человек работает 40 часов в неделю. Но если же человек, спонсор, который имеет свою же семью, коллектив его семьи, 4 человека, мужа, двое детей, и он спонсирует такой же состав людей с Украины, тоже 4 человека, тогда у нас уже 8 человек. Если у нас появляется 8 человек, тогда этот спонсор должен показать приблизительно 56 тысяч долларов или больше дохода, годовой доход. и вот когда инструкция описана, вы показываете нам ваш доход, и мы будем отвечать вам, или подходит этот доход для того, чтобы вы спонсировали людей с Украины, они на это обращают внимание. Они не говорят конкретно вам, какая сумма, я эти знаю цифры, потому что они мне дают эту статистику, на которую они обращают внимание. Но приблизительно, чтобы вы имели представление, считайте так, что если это человек один, и он спонсирует одного, 25 тысяч долларов, на каждого добавочного члена, либо спонсора, либо тех людей, которых он спонсирует, добавляйте приблизительно 5 тысяч долларов. плюс 5, плюс 5, плюс 5 на каждого дополнительного члена семьи с любой стороны, от спонсора стороны, или от стороны тех, кому спонсор помогает. 25 это сам, плюс один спонсируемый, или один изделенец. И дальше... Да, один спонсор живет, и одного он приглашает по этому процессу, U4U. И если дополнительный, с любой стороны, добавляйте приблизительную сумму денег. Опять, я вам говорю, это не конкретные суммы, я говорю, чтобы легче было считать, потому что у многих такие вопросы, и очень это грубые цифры, но я думаю, что эти цифры помогут вам проанализировать, и также спонсору проанализировать, сможет ли он, или она спонсировать, и сколько человек они могут спонсировать. Если же заработка, скажем, человек еще не сделал свою декларацию, налоговую декларацию за 2021 год, и у него есть в банке счет, тогда они смотрят немножко по-другому. Банковский счет обычно анализируют в пять раз больше, чем минимальный доход, годовой доход. Если этот человек должен был показать 25 тысяч долларов, как годовой доход на своей анкете, как заработок, если у него есть 125 тысяч, пять раз больше денег на счету, тогда он проходит таким же образом. Как бы вместо, да? Да. А если у человека, допустим, достаточный доход, ну вот с запасом, да, может, с запасом хватает на его собственную семью и на всех, кого он хочет спонсировать, нужно ли прикладывать еще там какие-то выписки из банка, там, письма просить из банка, или можно просто свою декларацию налогу приложить вот с этим доходом, и этого хватит? Мы прикладываем только либо банковские стейтменты, если достаточная там сумма показывает, либо налоговую декларацию, и обычно это достаточно. Я знаю, что по анкете там они спрашивают, дайте это, и потом они продолжают, дайте нам еще письмо с банка, показать, какая у вас сумма денег в банке. Да, от этого хуже не будет, вы можете это все представить, но если вам занимает время или вы просто физически не можете это существовать, я бы просто чем раньше бы заполнил эти анкеты с теми документами, которые у вас есть, и отправил ее на рассмотр, и я скажу вам, что 95% это будет достаточно. Им не нужно стокать документации, чтобы убедиться в том, что спонсор имеет финансовые возможности. И вот это основное, на что они обращают внимание. То есть сейчас многим людям тяжело получить именно письмо из банка, потому что его должен написать человек, который в банке никто не понимает, как этого делать. То есть можно просто все-таки стейтменты распечатать, да, и приложить, и, наверное, этого тоже достаточно будет? Думаю, что да. Самый оптимальный документ это налоговая декларация за 2021 год, за прошлый год. И если она есть, причем здесь в Америке делают две декларации. Один, который отправляет федерал в государство, второй, который штат принимает. И они обращают внимание именно на федерал. Им штатовские не нужны декларации. И вот эта декларация, которая идет туда, достаточно. Это самый лучший документ, который может быть. Если есть еще добавочные банковские стейтменты, это тоже мы вкладываем. И обычно не просим какие-то дополнительные письма от банка. Можно ли, если, допустим, большая семья, могут ли они указать двух спонсоров? И как это сделать? Нужно ли две формы заполнять? Или как это? Да, там в этих анкетах есть возможность поставить второго спонсора. Я бы это не делал. Я бы только это делал тогда, когда это необходимо. делать, потому что вы чем больше забрасываете им информации, даете больше... Смотрите на это так. Бюрократы, которые рассматривают эти анкеты, они берут обычно которые самые легкие, которые легче всего рассмотреть и быстрее принять решение. Они проходят или не проходят, на мой взгляд. Если мне представят папку, она такого вот размера, я отложу, поставлю на полочку. Она будет там находиться на этой полочке, по крайней мере, если у меня желание не будет рассмотреть ее. Поэтому не забрашивайте лишними документами. Давайте то, что необходимо. Второй спонсор только необходим, когда первый спонсор не может физически тянуть. И может быть, это можно перевернуть. Вообще, если вы нашли второго спонсора, берите одного из двух. Может быть, возьмите второго спонсора и используете его как первым, тогда вы исключите первого спонсора. Вообще, если одного достаточный доход, вам не нужны оба. А может ли, наоборот, один спонсор спонсировать несколько семей? Как тогда, ну, то есть, ему же нужно, чтобы его дохода на всех хватило? Должен ли он обе формы вместе подавать? Или там как-то они внутри это отследят, что он уже на кого-то подал? Да, теоретически, да, они должны как-то это отделить. У них недостаточно. Эта система была сделана довольно быстро, и я не вижу там до такой степени, чтобы было, что да, мы будем делать какую-то проверку, или мы даже вопрос такой спросим, спонсируете или параллельно вы кого-то еще. Вообще, да, вообще, когда они анализируют такие запросы, они должны на это обратить внимание. Но в практике не знаю, или это будет сделано, или нет. Спасибо. Чем рискует вот спонсор-поручитель? То есть, про это тоже много вопросов сейчас, потому что, с одной стороны, есть информация, что вот эта форма АС-134, она вроде как юридически не связана, то есть, потом засудить, допустим, спонсора за нежелание платить деньги, да, или оплачивать там нужды бенефициаров нельзя. Но с другой стороны, он все-таки эту форму подписывает под присядой. то есть, какие последствия для спонсора, если он не может заплатить, и какие есть у гостей украинских, значит, как они могут принудить его платить? Могут ли? Да, это хороший вопрос, но прямого ответа на такой вопрос я не имею. Я вам объясню, как я это вижу. Во-первых, спонсор имеет право ограничить, во-первых, на что он спонсирует, конкретно на что он спонсирует этого человека и на сколько. Скажем, что я готов свои услуги предложить, люди будут у меня находиться в доме, место жительства, еду и тому подобное. Я не хочу спонсировать на протяжении двух лет, я согласен спонсировать надо. Это все можно ограничить в самом процессе спонсорства. Если спонсор как бы не решающий человек и не хочет как бы себя как-то подписать на какой-то промежуток времени, скажем, на два года, это первое. Второе, если человек, украинец, который попадает в Америку, по этой программе, устраивается, скажем, идет на какой-то другой процесс, иммиграционный процесс, переходит на грин-карту каким-то образом. И obligation спонсора, как бы я глотаю русские слова, уже не знаю, как помогите мне, Вера, как сказать, liability спонсора, она прекращается. Спонсор уже не отвечает за этого человека. Когда этот человек меняет на какой-то другой статус. Это раз. Два, есть определенные лимиты, что если у человека, я вот прочел статью, которая довольно описывает, детально описывает, какие бенефиты люди могут, на какие бенефиты они могут подавать, бенефиты зависят от штата многие, но исключают emergency бенефиты. скажем, не дай бог, с человеком, который въехал сюда по этой программе, несчастный случай произошел. И он оказался в госпитале. Будет спонсор за это отвечать или нет? И по схеме информации, которая у меня в данный момент есть, не отвечает за эти расходы, потому что ему было тяжело это предвидеть. Никто это не мог предвидеть, когда человек сюда въезжал, что у него будет какой-то несчастный случай. И поэтому это раз. Два еще очень важный момент, что в практике спонсор подписывает документ, это выглядит как легальное документ, который он обещает хотя бы, может быть, не ручается формально, но обещает содержать этих людей, которые попадают сюда, в Америку. Естественно, это очень важно Америке, иначе они бы не давали вообще эту форму подписывать, потому что они не хотят, чтобы люди, которые въезжают сюда, особенно на временное место жительства, подавали на какие-то бенефиты, которые вообще рассчитаны для американцев, не для временных жителей Америки. Но это подход с легальной точки зрения, можно сказать. Но в практике я не видел еще из моих клиентов, в моей практике 20 лет, чтобы при подаче, скажем, человек, который приехал сюда по этой программе, все равно претендует на какие-то государственные программы и получает какие-то бенефиты, чтобы эти программы подавали какую-то петицию против спонсора получения денег обратно. Вы спонсор подписали такой-то документ, выручили за этих людей, почему эти люди воспользуются нашими государственными бенефитами, мы об этом знаем, что вы спонсор, мы хотим эти деньги получить обратно. В практике это практически никогда не происходит, хотя бы то, что я видел, это не происходит. поэтому вы смотрите на это, как вы видите, я просто объясняю вам тот факт, что конечно вы подписываете документ, который вручает вас помощи, вы соглашаетесь на эту помощь, вы показываете финансовые свои возможности, что вы можете представить эту помощь, но если что-то происходит, то, что не под вашим контролем, шансы на то, что как-то вас будут держать под ключи и судить за те бенефиты, которые эти люди каким-то образом получили в рамке этого времени, двухлетнего периода, если вы его не ограничены, очень маленькие, можно сказать так. хорошо, это понятно, правильно ли, что если человек потом остается дольше двух лет здесь, либо получает статус TPS, который может быть продлят на людей, которые едут сейчас, либо нелегально остается в стране, спонсор уже за него тогда не отвечает ответственность только на процесс, на который мы подаем сейчас, максимум на два года на эту программу You4You. Если у бенефициара, у тех, кто приехал, есть удаленная работа какая-то в Украине или в Европе, это уменьшает ли обязанность спонсора поддерживать, или это вообще не учитывается? Это вообще не учитывается. Может ли спонсор бы человек, который сам от государства получает какую-то финансовую помощь, связанную с ковидом или по инвалидности? Скорее всего, он не годится как спонсор для вас, если он получает сам какие-то государственные бенефиты, потому что доход довольно минимальный обычно, когда человек только рассчитывает на эти государственные бенефиты. Я бы не воспользовался таким спонсором и пытался кого-то найти более серьезного с каким-то заработком. позволяет ли форума 134 туда организацию вписать как спонсора, потому что церкви иногда хотят спонсировать? По инструкции, которая была выдана, любая организация может вступить как спонсор, включая церковь. Поэтому да, это возможно использовать и частные организации, и церкви, если они желают поставить себя как спонсора. По ним нужно какую-то дополнительную информацию просто приложить к 134 форме, потому что форма, насколько я понимаю, она на частное лицо рассчитана. То есть там иметь фамилия, ваш доход. То есть для организации просто нужно что-то дополнительное приложить? Пока у меня не было таких клиентов, которые представляют организации, но теоретически лицо, которое отвечает за эту организацию, скажем, там прист или кто отвечает и пишет, что данные пишет организации, но личный человек, который берет на себя ответственность за этот процесс от лица организации. Давайте про форму 134 немножко поговорим. Нужно ли все-таки подавать, можно ли подать одну на всю семью спонсируемую или нужно на каждого вплоть до детей подавать отдельную форму? Все по-разному говорят. Говорят все по-разному и значит смотрите мой лично ответ. По иммиграционным правилам и так как мы всегда подаем мы обычно подаем эти формы в письменном виде, мы не делаем это электронный процесс был специально сделан для этой программы You for You Но по правилам иммиграционным правилам и эти правила существуют сегодня каждый человек должен иметь отдельную заполненную форму от спонсора это более правильный подход к этому делу и только будет лучше от этого не хуже но слыша от своих коллег которые уже заполняли этот процесс и вписывали детей в эту же форму скажем мама и двое детей в мамину форму вписывали детей и она проходила так же так что в практике как я вижу они принимают эту форму и таким формате и в таком формате какой там нужно указывать адрес бенефициара потому что люди сейчас многие находятся либо в Европе либо в Мехико часть людей вообще в лагере живет в Мехико-сити надо ли указывать адрес где ты сейчас находишься или может быть адрес по прописке что называется где человек жил до войны но адрес они хотят знать адрес где человек сейчас находится нет где он был прописан а где он находится именно сейчас по разным причинам во-первых о них всегда миграционная служба и всегда просят самый последний адрес человека и нужно обновлять этот адрес после того как человек влетает в Америку на протяжении 10 дней если он или она меняет адрес они должны сообщить на счет обмена адрес это раз это одна точка вторая вы все равно будете претендовать в третьей стране на влет в Америку поэтому давайте свой временный адрес где вы сейчас находитесь а вот знаете ли вы можно ли будет въехать допустим людям которые уже застряли сейчас в Мексике могут ли они на машине переехать границу или нужно будет влетать оттуда хороший вопрос легальной точки зрения можно и влететь тоже если влететь или въехать на машине даже перейти пешком после того как дают это разрешение мы говорим про Мексику сейчас и если дают разрешение входа в Америку не имеет значения какой вход естественно основная масса людей это вообще сделана была программа для того чтобы закрыть этот коридор с Мексики как вы понимаете но те которые люди застряли в Мексику я как слышу там приблизительно 500 человек есть могут воспользоваться другим другим методом въехать на машине или даже перейти пешком через границу но я так понимаю что пока нету точной информации как пограничники отреагируют на это программис опять же это я говорю с легальной точки зрения они не должны как бы запретить вход в Америку если есть уже формальный документ они бы прошли по этому всему процессу и вам разрешено разрешен вход в Америку для этого и все это сделано но в практике мы не знаем потому что еще так никто не использовал этот путь то есть в принципе как бы программа рассчитана на то что люди будут из Европы лететь в основном в основном это рассчитано да как бенефициару подать документы нужно ли будет в посольстве что-то делать или тоже предполагается что все онлайн будет похоже что все онлайн и информацию которую они требуют на этапе на котором мы сейчас находимся там где спонсора одобрили вот этот процесс 134 формы сейчас они сделали мы ждем чтобы они сделали запрос от именно человека который подает на этот you for you бенефит и там как я ожидаю будет просто серия вопросов и когда люди отвечают на эти вопросы им должны выдать как я понимаю тоже в электронном формате разрешение на въезд в Америку не обязательно чтобы эти люди появлялись физически в посольство но опять же мы не знаем так как я это вижу так это произойдет в электронном формате но 100% информации пока мы не получили им же наверное отпечатки пальцев тоже нужно будет сдать перед въездом или это уже на границе делать вы знаете легальный въезд в Америку происходит уже на границе Америки здесь дают разрешение сесть на самолет вот это разрешение которое как бы вы прошли по всем этим этапам вы нам доказали что у вас есть спонсор вы вроде бы ответили что вы сдали на ковид тест вакцин я имею ввиду от ковида и вам дается право сесть на самолет там будет вторая проверка при привлете уже в Америку есть ли какое-то хотя бы понимание сейчас что делать с прививками например многие люди выехали у них нет сертификатов о прививках их как-то можно ли восстановить или их заново делают как это вообще обычно происходит потому что Америка требует часто прививки у иммигрантов да естественно желательно если есть такая возможность попробовать достать эти прививки до влета в Америку если есть такая возможность опять же запросить запросить со школы или от врачей доказательства насчет этих прививок ну что происходит здесь врачи при проверке если они не вы их не убедили в том что вы прошли эти прививки они вам сделают дополнительный укол будет еще один или несколько уколов чтобы убедиться в том чтобы прошли все эти анализы в принципе возможно такой вариант когда человеку все равно разрешение дадут но просто здесь заставят еще прививку сделать да да заставят дополнительную прививку скорее всего если какая-то информация по прививкам именно от коронавируса какие прививки принимаются какие нет или это надо ждать официального объявления надо ждать официального объявления но вот эти то что принято в Америке модерна джансон джансон и файзер вот это три основных вакцина которые дают в Америке и эти вакцины не те которые воспользуются там многие страны Европы а именно которые проходят по формату Америки желательно принять именно такого плана вакцины потому что иначе так как я вижу будут заставлять здесь это делать уже при привлете давайте немножко поговорим о том что люди делают когда они попадают в Америку по этой программе могут ли дети в школу здесь ходить право ходить детям в школу начинается с первого дня влета в Америку так что вы имеете полное право детей зарегистрировать в любую школу какие документы нужны людям сразу оформить прилетев что нужно в первую очередь сделать документы оформить я не знаю что вы имеете ввиду но люди скорее всего те кто захотят иметь какой-то официальный скажем пермит от штата ID или разрешение водить машину могут подавать такого плана документ сразу в штате где они находятся обратиться в соцсекьюрити офис попросить соцсекьюрити номер подать на разрешение на работу тем кто те люди которые хотят работать чем раньше они это сделают особенно вот этот запрос на рабочий статус тем лучше потому что этот процесс занимает не один два дня это три плюс месяцев может занять от трех до шести месяцев пока этот человек получит разрешение на работу положена ли какая-то помощь этим людям особенно учитывая что разрешение на работу нужно долго ждать то есть работа сначала может быть сложно могут ли они на какую-то социальную помощь рассчитывать государство мы уже знаем что люди которые приезжают приехали через границу с Мексикой государственной помощи почти никакая не положена но иногда штат что-то дает могут ли люди помощь штата брать или уже то что они спонсируются здесь как бы спонсором это уже их дисквалифицирует их не они имеют право подавать но при подаче они если мы уже говорим по правилам они должны объявить тот факт что у них есть спонсор и если они объявляют что у них есть спонсор при подаче на эти бенефиты имеют как бы объем данных финансовых данных спонсора и это скорее всего их исключат от этой программы они не смогут получить этот бенефит в связи с тем что у спонсора есть достаточный финансовый доход то есть получается просто доход спонсора как бы засчитывается им каких общий доход понятно обязательно ли жить там же где живет спонсор или встречаться с ним или можно вообще не обязательно таких правил нет могут жить в разных городах даже в других штатах можно ли выезжать из США получив гуманитарный пароль по этой программе выезжать заезжать обратно выезжать заезжать из Америки не разрешено по паролю пароль это въезд в Америку и прохождение в Америке сколько вам нужно до двухлетнего срока но я так понимаю что уехать человек может если он допустим просто хочет вернуться в Украину война закончилась да это не отразится на его дальнейших попытках получить визу да то есть это ему никак не припомнят потом нет можно выехать можно залететь обратно нельзя по этой же программе но если как бы вы готовы на вылет пожалуйста и в будущем если вы будете подавать на какие-то другие визы туристические студенческие рабочие визы вы имеете полное право потому что у вас никогда не было нарушения прав в Америке вы имели разрешение здесь находиться по паролю давайте поговорим теперь про то что многие сейчас интересуют кто планирует заехать по этой программе если потом можно ли как-то остаться после двух лет как здесь легализоваться собственно этот вопрос часто обычно мы этот вопрос поднимаем больше когда уже люди появляются на территории Америки но когда я находился в Тиуане я был там 4 дня и очень очень много такого плана вопросов ко мне тоже шло окей я въезжаю в Америку со своей семьей и дальше что как мне здесь остаться остаться в смысле как я смогу легализоваться в Америке не просто временно здесь находиться получить грин-карту и со временем может быть получить гражданство и американский паспорт и этот как бы ответ на такой вопрос переход с этой программы пароля на иммиграционный статус обычно мы осматриваем три разных варианта это не скажем я не говорю что это единственные три варианта но это три основных варианта которые люди рассматривают первое это соединение семьей но опять же нужно чтобы кто-то был из близких мама папа супруг ребенок которому 21 или или выше который может это помочь сделать соединение семьи по петиции со временем или сразу же подавать на грин-карту очень мало людей въезжает с такими возможностями я бы сказал может быть 2-3% от силы которые имеют такого плана возможность другие люди подходят ко мне и спрашивают насчет беженства могу ли я после въезда в америку по паролю или по даже скажем туристической визе подать на беженство ответ да вы можете подать на беженство любое время но желательно на протяжении года после того как вы въехали в америку последний раз когда вы въехали в америку на протяжении года после этого въезда если у вас есть определенная причина подавать на беженство то же самое что убежище извините Это то же самое, что убежище или мы сейчас говорим именно о беженстве? Убежище. Которую иммиграционная служба будет обращать внимание в том плане, что мы одобрим все эти петиции. Наоборот, скорее всего мы откажем эти петиции, если у людей, которые подают на такого плана статус беженцы. С какими-то другими нюансами. Скажем, я жил в России, я стал против Путина, я шел на демонстрации или я практикуюсь какой-то религии, которая запрещена в стране, где я нахожусь. Или я в какой-то сексуальной ориентации, которую они признают в моей стране и из-за этого за мной охотятся, избивают и тому подобное. Для этого сделана петиция. Поэтому я это вижу как один из вариантов, но не оптимальный вариант. Более оптимальный вариант – это третий вариант. Это получение грин-карты через работодателя. О чем я говорю? Работодатель – любая компания, которая находится в Америке, которая показывает, что у них есть спрос на определенную рабочую силу. И они не могут найти квалифицированного человека на эту должность. Я не говорю про профессионального, скажем, инженера или программиста или врача или что-то в таком плане. Хотя эти люди также проходят по этой же программе. Там разные категории, зависимо от образования и стажа, чем человек занимался до этого. Но теория такая, что программа сделана для помощи работодателя, не помощи иммигранта. И компания имеет спрос, имеет финансовые данные. Вот это самое главное. И имеет желание помочь вам. Вот это три основных пункта, на которые я обращаю внимание. Если они имеют финансовые данные, я говорю о том, что компания имеет годовой доход, скажем, выше, чем ваша будущая зарплата. Если они вас принимают или хотят принять на должность бухгалтера, скажем, и заработок бухгалтера в Америке 40 тысяч долларов, компания должна показать, что у них есть либо годовой доход на 40 тысяч плюс, или у них есть, называется, liquid assets, деньги в банке, или же деньги, которые заработаны этой компанией, но еще не выплатены третьими лицами, которые не дошли до компании. И вот это сумма зарплаты или выше. Если у них есть такие финансовые данные, они реально хотят вам помочь, устроить вас на работу, и за счет этого процесса вы получаете грин-карту, этот спонсор доведет ваше дело до грин-карты. Это занимает время, это не сразу происходит, это три этапа, и приблизительно нужно нам где-то полтора года довести вас до момента, когда вы имеете право подавать на грин-карту. Это довольно важно вам это понять сейчас, до въезда в Америку или сразу после вашего въезда в Америку, если у вас есть контакты в Америке, знакомые или знакомых-знакомые, скажем так, желательно не родственники, потому что родственник, близкий, особенно близкий родственник, не должен вас спонсировать на грин-карту, не очень хорошо на это обращают внимание, не должны чисто вам помогать, у них должен быть реальный спрос на эту должность. И если вы находите такого спонсора, так как вам дают двухлетнее разрешение находиться здесь по этому паролю, и все, что вам нужно, это приблизительно полтора года, чтобы довести ваш процесс до подачи на грин-карту, вы входите в объем этого времени. И при находке такого спонсора вы можете приступить к этому процессу с первого дня в Америке. И даже могу вам сказать, что даже вы можете приступить к этому процессу до того, как вы въезжаете в Америку. У меня есть клиенты, которые находятся вообще за границей и потом уже влетают в Америку, как иммигранты, уже при влете им дают статус резидента Америки, это грин-карта. Так что есть разные варианты, и чем раньше вы начинаете, если, опять же, есть возможность найти такого спонсора через вашу общину, тем лучше для вас, потому что у вас будут, и если еще нет таких вопросов, как мне в дальнейшем не просто менять статус со статуса, чтобы временно как-то здесь в Америке находиться, а как бросить корень и остаться жить в Америке уже постоянно по грин-карте. То есть для того, чтобы так вот сделать грин-карту через работу, даже не нужно, получается, иметь H1B визу рабочую, да? То есть можно прямо по паролю начать работать и начать оформлять сразу. Совершенно верно, да. И не обязательно начинать работать на спонсора для того, чтобы спонсор подавал эту петицию на грин-карту. Это два параллельных процесса. Вы влетаете в Америку, вы подаете на разрешение на работу, вы приступаете к работе, это одно. Но второе, чем раньше вы убедите спонсора, что вы человек такой, который необходим к компании, и они требуют такого работника в этой компании, и чем раньше мы сможем начать ваш процесс на грин-карту. Это параллельные два процесса, один с другим, не имея никакого прямого отношения. Понятно. То есть можно у них и не работать до того момента, пока вот, собственно, все не одобрят и не получишь. Можно вообще на них не работать, но в практике, скорее всего, вы будете работать и параллельно подавать на грин-карту. Хорошо. А если человек хочет учиться пойти, допустим, в ВУЗ на три года, как ему это сделать? Ну, то есть начать он может, видимо, по паролю тоже, а потом можно ли как-то получить, ну, если пароль закончился, получить учебную визу? Пароль не дает возможность поменять на временную визу. Вот это, о чем мы говорили, когда мы начали наш вебинар. Пароль – это пароль. Это разрешение здесь находиться временно и нельзя менять на студенческую визу или на рабочую визу или на бизнес-визу. Это все временные визы, которые здесь дают, скажем, другим возможность менять со статуса на статус, но с паролей это нельзя делать. То есть, получается, человеку нужно, ну, наверное, выехать будет из страны и потом, если он хочет продолжать учиться, то оформлять студенческую визу просто независимо, да? Да, уже подавать на студенческую визу через американское посольство и влетать заново уже как студент. Понятно. Можно ли людям работать удаленно, пока они не получили разрешение на работу? Или любая работа считается нелегальной без разрешения? Я бы это очень осторожно делал. Нету конкретных правил, может ли человек работать и в каком формате по этой программе. Но я вам скажу по правилам, скажем, туриста. Если турист влетает в Америку, очень строгие правила, если человек как-то зарабатывает деньги нелегальным путем, и это под вопросом, это легально или нет, работать здесь и получать зарплату где-то в третьей стране, особенно, если вы как-то помогаете компании, которые находятся на территории Америки. Это будет под вопросом, или вы легально работаете или нет, я рекомендую этого не делать. Ну и последний, наверное, вопрос. Если все-таки у человека есть здесь родственники, и они подали кейс на воссоединение с семьей, ускорит ли как-то тот факт, что им дали въезд в программе U4U, этот кейс на воссоединение? Можно ли как-то здесь его, уже находясь здесь, может быть, ускорить? К сожалению, нет такого процесса, что если вы въехали сюда по программе Паролы, это U4U, как-то это поможет ускорить процессное соединение семьи. Там у них очередь, и эта очередь довольно строгая по датам и по категориям, по которым каждый человек проходит. Ну все, наверное, мы уже больше часа общаемся. В общем-то, все основные вопросы, которые наиболее частые были, я думаю, мы закрыли этим вебинаром. Спасибо большое вам, Джеймс, я думаю, что это многим поможет. Мы запись опубликуем на YouTube, чтобы люди могли смотреть и дальше. Я могу еще до того, как мы закончим. У меня есть номер, я сделал как хатлайн в офисе, если у людей какие-то есть дополнительные вопросы, этот хатлайн открыт на WhatsApp. Если люди находятся за границей, телефон плюс 1-323-900-0688. Повторю, плюс 1-323-900-0688. И у меня отвечают на эти звонки русскоговорящие ассистенты, там, если мы можем как-то помочь, пожалуйста. Также можно связываться напрямую с офисом rootload.com, это веб-сайт, и можете со мной связаться таким образом так же. Спасибо. Ну, я думаю, вас сейчас завалили сообщениями по этому телефону. Спасибо большое, Джеймс. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.